в 98-м об ответственном обращении животных. В отношении безнотворных животных проводятся мероприятия по охоту, стерилизации, вакцинацию и выпуску на прежние места обитания. Главная цель закона это гуманное ответственное обращение с животными, предотвращение причинения вреда здоровью имущества граждан и регулирование численности популяции животных без владельцев путем стерилизации и кастрации этих животных. В 2023 году в администрации Мазаровского района заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мероприятия при осуществлении деятельности с обращением животных без владельцев на сумму 790 тысяч 75 рублей. Этих средств хватит примерно на отслуг 40 жилых без владельцев, если в целом не будет животных без владельцев, а также на постоянное содержание в приюте. По заключенному муниципальному контракту на сегодняшний день осуществлено облово 17 особей, из них 5 в стежон, 2 в Дорохово, 3 в Красной Поляне, как и вчера было облово под сосну, 3 животного мы огловили и в Сахарте, 2 жилых муниципалитетов. Глядинский сельсовет в стежной терпи, 2 особи, одна из них оставлена на постоянное содержание в животных, подсказать очень агрессивно. Из прошлого года на пожелительном содержании в приюте у нас находится 6 собак. В целях осуществления контроля качества оказанных услуг исполнителям администрации Назаровского района осуществляются следующие меры. При выезде на отлов присутствуют специалисты администрации, это я приезжаю на отлов и выпуск животных. При отлове возврата животных ведется видеосъемка, которая подтверждает факт выполнения мероприятий. То есть и выпуск, и отлов снимается. Нам исполнители предоставляют эти факты, но уже свежие. И когда предоставляются документы исполнителям, мы их сравниваем с видеорядом, что это именно эта собака, именно они не выглавили у нас на территории. Также осуществляется контроль за качеством, сроками выполнения объема и стоимостью указанных услуг. И в этом году мы осуществили выезд в приют для животных, для осмотра его на предмет наличия материально-технической базы для оказания услуг и ознакомления с условиями содержания животных. 14 апреля мы доезжаем к территории приюта, он находится в городе Минусинский первый приют, и в Чернокольский второй приют. Наши животные, 6 животных, которые содержатся с прошлого года, в наличии в приюте, в предпах, накормленные. Вообще на момент выезда в приюте содержится 140 собак. Приют расположен в здании из двух этажей, огорожен забором, включает в себя содержание для временного содержания животных, то есть это карантин, когда животных оплавливают, они 10 дней сидят на карантине, после чего уже ставятся ими прививки, маркируют их в верхом ухо, дальше стерилизуют и осуществляют возврат на прежнем место обитания тех особей, которые не признаны к хенологам, агрессивны. Те особи, которые признаны к хенологам, агрессивны, не остаются на положении в содержании в приюте. Средства на положительном содержании в здании предусмотрены. В приюте имеется запас корма, запас лекарственных средств. Животные содержатся на безвыбленном содержании. Есть животные, которые содержатся в клетках, это особо агрессивно, они сидят в одной собаке. Есть животные, которые более-менее контактные, они сидят на будках, по периметру расставленной будки. И есть животные, которые совсем не контактные, они живут в помещении приюта, то есть он не отпускает, а мы прям там уходим, почему. По приюту, в принципе, очень хорошее впечатление осталось. Вас встретил этот врач, очень грамотная женщина, показала, все рассказала, доступ везде в приюте открытый. На приюте висит наискальное явление, когда нужно приехать туда, посмотреть, и все вкупирует. Там приюте, все врачи, вас контактные сайты. Спасибо.